В поселке Приокске 9 мая, годовщине 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, было установлено 12 единиц боевой техники. Министерство обороны России передало городу несколько танков, пушек и бронетранспортеров для того, чтобы создать парк военной техники. Ветеранские организации выбрали место для будущего парка. Сквер возле памятника советско-польскому братству по оружию. Все образцы демилитаризованы и украшены символами 75-й годовщины Победы и эмблемами с указанием наиболее значимых дат в истории региона. Местным жителям выставочные экспонаты очень понравились. Мимо боевой техники всегда гуляет много людей с детьми. Однако встречаются и те, кто не проявляет никакого уважения к истории. На минувшей неделе вандалы испортили несколько экспонатов. Естественно, это не сделали вот ребятишки, которые сюда приходят. Это сделали вот та вот молодежь, которая здесь собирается и хочет себя показать. Разбить технику, которую сделали для людей, чтобы люди здесь отдыхали, приводили детей, что они бегают, играют, веселятся. Им же это радость. Больше всего досталось гусеничному путиукладчику. Его стекла предположительно обстреляли из пневматического оружия. Серьезные повреждения также получил зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». Неизвестные разбили фару и попытались выбить стекло оператора. На нем остались трещины и след от ботинка. Также пострадала светотехника на самоходной гаубице «Акация» и танке Т-72. Некоторые горожане возмущены таким поведением людей. Это не люди. Поступать так. Это вообще трогать пальцем нельзя. Не то, что бить. 22 июня глава региона Николай Любимов на своей странице ВКонтакте сообщил. Мне искренне жаль видеть такое варварство. Это настоящее предательство наших героев и нашей памяти. Большая подлость, которую могли совершить только люди без чести. В этот же день сотрудники отдела полиции Московского района начали расследование по факту порчи экспонатов боевой техники. Сотрудники отдела МВД России по Московскому району города Рязани в установленном порядке зарегистрировали факт повреждения экспозиции военной техники, расположенной в сквере у памятника Советско-Польского братства по оружию в микрорайоне Приохский города Рязани. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Губернатор пообещал, что военную технику обязательно отремонтируют и приведут в порядок. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».